Добрый день! В эфире программа «Скажите, доктор» и с вами я, Владимир Зайцев. Сегодня мы поговорим о нарушениях голоса. Почему у мужчин и женщин разный голосовой тембр? Из-за чего может садиться голос? И как шёпот влияет на наши голосовые связки? Об этом и не только. Мы поговорим с заведующей отделением фониатрии научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России Екатерина Осипенко. Екатерина Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Екатерина Владимировна, когда есть проблема с глазами, человек идёт к офтальмологу. Проблема сердечная идёт к кардиологу. И раньше, когда была проблема с голосом, всё-таки приходил пациент к оториноларингологу, а сейчас приходит к фониатуру. Что такое фониатрия? Расскажите нам, пожалуйста, об этом. И сейчас он также приходит к оториноларингологу, и, как правило, к оториноларингологу, и в редчайших случаях всё-таки к оториноларингологу-фониатру. На самом деле фониатр – это не что иное, как оториноларинголог, но который глубоко специализируется на профилактике, диагностике, лечении заболеваний, гортании, а если шире сказать, то голосового аппарата. Поэтому фониатры – это те же оториноларингологи, но которые очень много дополнительно ещё обучались в свете лингвистики, логопедии, психиатрии, гинекологии, эндокринологии, совершенно верно, гастроэнтерологии и так далее. Многих дисциплин чисто медицинских, но ещё и дисциплин, которые непосредственно отношения не имеют к медицине, в том числе физико-акустика, вокальная педагогика, ну и вообще надо понимать что-то о музыке, потому что очень много наших пациентов являются всё-таки профессионалами голоса и прежде всего пивческого или артистического голоса. Вот я как раз хотел спросить, ваши пациенты – это певцы, дикторы, актёры, или это может быть обычный человек, у которого возникла проблема голоса? Ну, некоторые… Прекрасный вопрос, потому что некоторые так и продолжают считать, что фониатр – это такие врачи для певцов или артистов. Которые только в театре работают. Которые в театре, на самом деле, это, возможно, когда-то это имело такое, или где-то это имеет такое, действительно, значение. На самом деле, вот эринолинголог-фониатр занимается, должен заниматься, я не могу говорить, что это 100% и каждый специалист, но, во всяком случае, сфера моей деятельности, она рассматривает как взрослых, так и детей, как мужчин, так и женщин, как профессионалов голоса, традиционных профессионалов, то есть тех людей, которые действительно орудием своего труда используют голос. Это могут быть действительно вышеперечисленные категории профессионалов, но также это могут быть и, конечно же, ведущие в том числе, дикторы, кто угодно, те люди, которые находятся за кадром. К ним мы можем также отнести и вокальных педагогов, извините, и вокальных педагогов тоже, но и педагогов школ, которых значительно больше, чем те же самых артистов, и же с ними. Ну и многих людей, которые сейчас, которые, может быть, вообще никогда не учились использовать свой голос, но это новые специальности, это блогеры и так далее, которые тоже работают с голоса. И мы не упомянули онкологические моменты, потому что это, даже я бы сказала так, шире, опухоли головы и шеи. Это те пациенты, которые по ряду причин, в том числе после перенесённого хирургического или комбинированного лечения, имеют проблемы с нарушением голосовой функции или полной её утратой, ввиду утраты голоса, например, во время ларингоэктомии, как пациенты с раком гортани, которым вынуждены были удалять полный орган, удалять гортань, мы должны восстановить их коммуникацию. То есть, с помощью других технических средств гортани уже нет. Или пациенты, у которых произошло нарушение функции голоса, ввиду операции на каких-либо органах средостения или шеи, или головы. Это тоже наши пациенты. Поэтому настолько широко сейчас фониатрия, как часть ларингологии, раскинула свои руки, наверное, так лучше сказать. И слава богу. Что так должно быть, будем так говорить. Скажу ещё больше, что подчас с нарушениями голоса начинают манифестировать психиатрические заболевания. И вот сейчас, тогда, когда, конечно, пандемия внесла очень большой след в напряжённость, в нервозность нашего общества, в тревожность, мы с вами это, как никто, наверное, знаем, ситуации, связанные с нарушением голоса, они усиливаются. Ну и, конечно же, всё-таки дисфония, то есть осиплость, изменение голоса, процессы голосообразования, связанные с внедрением новой коронавирусной инфекции. Инфекции и восстановление после перенесённого ковида, они привлекли большое число пациентов к нам, которые, в общем-то, никогда сами по себе голосом, может быть, и не занимались, и, может быть, и не злоупотребляли голосовой нагрузкой. Но они к нам пришли по причине того, что есть вот такая интервенция новой коронавирусной инфекции в верхние дыхательные пути. Хотим или не хотим, гортань вовлекается, вовлекаются и носы, и пазухи, все те органы, которые принимают участие в голосообразовании. Я искренне думал, что фониаторов, вот эта чаша, так сказать, минует постковидного синдрома и ковидного, что у нас много приходит экспертов в разных областях. Я думаю, ну фониатор-то, наверное, как бы здесь ни при чём. Оказывается, и фониатрия тоже, так сказать, задействует. Мы начали заниматься этим вопросом ещё в первую волну. Ну и, конечно, сейчас вот болезненность этого времени, я имею в виду июль-август, показала нам, что новые штаммы проявляют себя либо вообще тотальной такой хорошей дисфонии третьей-четвёртой степени, либо вообще афонии. И много приходит пациентов безголосых совершенно. И они приходят к нам, потому что они лишились голоса. Ну, конечно, уже так, немножечко хватка у людей подослабла. Да-да. Все думают, что они заболели. Ну, вот просто простудились. И первое, конечно, что мы делаем, и у меня уже, конечно, такой взгляд в этом плане. Первое, это, естественно, мы проверяем моментально на новую коронавирусную инфекцию. Хотя прекрасно понимаем, что такая же ситуация могла бы возникнуть ещё в том случае, если это был бы один из респираторных вирусов, который действительно очень чётко закрепился в области гортани, создал острый ларингит. Ну вот о дисфонии мы чуть подробнее поговорим позже. А сейчас хотелось бы спросить о том, как голос образуется, о функции голосообразования. Прежде всего, где он образуется? Он образуется вот здесь, непосредственно в гортане. Но мы должны смотреть шире. Мы говорим не только о гортане, как о том месте, которое продуцирует непосредственно звук, но о системе органов и систем, которые входят в понятие голосового аппарата. Всё начинается с центральной нервной системы, заканчивается нейроэндокринной системой в целом, потому что нам для того, чтобы нормально продуцировать звук, ещё нужны и гормоны, и, конечно, это дыхательные мышцы, лёгкие, трахеи, то есть верхние, нижние дыхательные пути. Без этого невозможно. Вот это такой большой комплекс. Ну и, конечно, плюс ещё добавляем немножечко настроения, немножечко души и ещё и генетики. И тогда получаем голос взрослого человека. Звукоизвлечение каким образом происходит? Звукоизвлечение возникает путём движения голосовых сладок, которые, соприкасаясь друг с другом, причём определённым образом, как вы знаете, всё-таки в виде волны. Вот так это приблизительно происходит. Они сближаются друг с другом, должны сближаться полноценно. И вот если голосовые сладки приближаются друг к другу неполноценно и сохраняется между ними щель, мы называем её голосовой тогда, щель может быть разных форм, может быть в виде треугольничка, разного объёма или в виде овала. А может вообще голосовые сладки в принципе друг до друга не доходить. Особенно это происходит, хорошо это видно при двусторонних параличах гортани. Это очень сложная гортанная патология, двигательное расстройство, которое очень часто возникает в ситуации, когда сложные операции на щитовидной железе, особенно по поводу позначенных новообразований. Вы говорите о возвратном нерве, да? В возвратном нерве, да. Есть и такой разряд пациентов. Но надо сказать, что он, увы, пересекается, и нервус рекуренс... Могу сказать, что он далеко не всегда пересекается. Да, бывает действительно, хирурги вынуждены делать это по причине того, что в процесс вовлекается возвратный нерв, в процесс формирования опухоли. Я сейчас не о ятрогении, так сказать, не о ошибке доктора. А прежде всего особенность строения возвратного нерва, строения шеи, потому что шея – это, конечно, настолько высокотехнологично, если можно так сказать, строенный участок нашего тела, в котором всё вместе. Здесь и сосуды, здесь и нервы, и всё это, и щитовидная железа, и гортань. Всё вместе. Поэтому нарушения голоса после операции на органах шеи, в том числе после операции на сосудах шеи, могут быть. И такими вещами тоже, в том числе, мы занимаемся, когда человек прооперировался по поводу какого-то там аорта коронарного, в том числе шунтирования. Ну, это различные операции, которые могут сопровождаться в дальнейшем нарушением голоса. Вообще операции на горта, на глотке, фониатрические, фониатрическая помощь хирургическая, это относится к фигурам высшего пилотажа? Это сложная операция? Да, да. Это сложная операция? Это непростая операция. Нельзя сказать, что она вот прям архисложная в хирургическом исполнении, но и хирурги, общие хирурги, они скажут, господи, боже мой, у вас там эти органы такие. Так вот, в том-то и смысл в том, что голосовые складки настолько интересно сконструированы анатомически, что в них очень сложно манипулировать. Именно по этой причине оперативное вмешательство на голосовых складках необходимо осуществлять у тех специалистов, которые делают эти оперативные вмешательства на постоянной основе, и которые специализируются на фонахирургии. Я полностью с вами согласен. Чтобы не было, в том числе, чтобы избежать профилактировать осложнений, в том числе рубцевания. Это действительно должны быть золотые руки, которые оперируют на гортане. Давайте вернёмся всё-таки в плоскость такую более понятную. Я слышал то, что шептать ни в коем случае нельзя, если есть проблема с голосом, если у человека возник ларингит. Так ли это? Да, надо рот закрыть и всё, и помолчать. Даже хотя бы пусть это будут сутки, но мы молчим и делаем, что называется, холод, голод и покой для гортани. Так. Не шепчем. Не шепчем. То есть это правильное утверждение? И вообще никогда не шепчем. Ну, если при необходимости какое-то нужно пошептать, ну, сколько это будет? Два-три слова или несколько предложений? Ну, я даже предлагаю нашим зрителям провести эксперимент. В течение двух-трёх минут пошептать. Будет утомление. Я думаю, что у всех возникнет, отпадёт желание потом в дальнейшем шептать. И категорически, конечно, нельзя шептать во время болезни, потому что это состояние, во-первых, а, усугубляет ситуацию, б, может закрепляться в виде шепотной фонации, тогда уже точно можно оказаться на приёме у нас. Ломка голоса, возрастные изменения, гормональные, у мальчиков, у девочек. Это нормально? Это надо пережить? И всё, так сказать, устаканится, голос поменяется? Или с этим нужно прийти, проконсультироваться, фониатор что-то подскажет? Это совершенно физиологическое состояние. Оно касается всех. Называется по-научному мутационная дисфония, что мальчиков, что и девочек. Но традиционно закрепляется это за мальчиками, потому что это более слышно всем. Возникают так называемые кексы, когда голос скачет вверх, вниз, и то бас, то действительно какой-то фальцет. Но ввиду того, что дети стали активно петь сейчас, как мальчики, так и девочки, и нагрузки настолько большие, чуть ли не профессиональные взрослые нагрузки, что ломаются и девочки. Ломаются здесь не в плане ломки, а ломаются, переламываются даже. И еще и девочки. И, конечно, для тех детей... Ну, во-первых, мутация может не так быстро заканчиваться. Вообще у некоторых родителей создают... Да и до чего уж греха таить. Как и родители. Родители могут об этом ничего не знать, и они обязаны. А вот вокальные педагоги почему-то считают, что мутация должна закончиться за несколько месяцев. Такое впечатление, как будто они никогда не слышали, не видели и вообще не проходили. Анатомия, физиология, ну, в общем-то, так действительно может и быть. На самом деле, это период где-то с 11-10, может быть, лет, в зависимости от национальности, в том числе, мальчика, до 17-18 лет. Это норма. То есть степень выраженности, конечно же, будет не всегда высока в определенный период времени, когда, в общем-то, и ребенок максимально растет. Но изменения, характерные для роста гортани, для изменения гормонного статуса, конечно же, на протяжении всего пубертатного возраста будут происходить. То же самое касается и девочек. Просто у девочек процесс изменения гормонального статуса более полога происходит. А у мальчиков это могут быть такие скачки, и поэтому у мальчиков это более конкретно. Если же дети поющие, то, несомненно, фониатор здесь помогает выходить из сложной ситуации, потому что в ряде случаев надо выводить ребенка из пения. Это не только индивидуальный вокал, но также это может быть и пение в хоре, даже и использование голоса во время сольфеджио может быть затруднительным в этой ситуации. Наша задача вовремя подставить свое плечо. И, конечно, в этой ситуации фониатор изучает голос, изучает не только визуально, но еще визуальная гортань, но еще визуализирует голос. Мы действительно так делаем. Мы видим голос графический, математический. Я только хотел об этом спросить. Если раньше в арсенале от ариноларинголога вероятный фониатор был агортанное зеркальце, потянули за язык, скажите «А», смотрим, как голосовые складки смыкаются, недосмыкаются. Что сейчас есть в арсенале врача-фониатора из медицинского оборудования? – Все зависит от конкретного фониаторического подразделения. А так, в принципе, сегодня только читал лекцию на эту тему нашим докторам, которые к нам приходят обучаться. Это все виды эндоскопии. Вообще современная фониатория – это сугубо эндоскопическая. Это золотой стандарт обследования гортани. Это видеоларингостробоскопия. То есть оценка в свете, специальном стандарт обоскопическом, это базовое исследование. – То есть это сейчас уже базовое исследование? – Это базовое, и без этого невозможно говорить о фониатории. – Полость носа-мосоглотку нужно осматривать? – Несомненно. Видеоэндоскопическое исследование полости носа, носоглотки, горта-ноглотки и непосредственно гортани. Этот метод используется, имеет свои преимущества в ряде случаев. Во-первых, у маленьких детей, начиная с первого дня жизни, и заканчивая людьми, которые находятся на реанимационной койке или неподвижны по ряду причин. Или пациентов, которые не могут совершенно открыть рот, потому что у них настолько выраженный рефлекс, никакая аппликационная анестезия им в этой ситуации не помогает. Но, в общем-то, это какие-то единицы в поле зрения, конечно, но бывает ситуация. А когда-то нам необходимо оценить само глотание. Для этой цели мы делаем с помощью этих видеоэндоскопий, мы оцениваем глотание, делаем глотательные тесты. Это огромное число пациентов, в том числе после нарушения мозгового кровообращения, которые имеют затруднение глотания или полнейшее расстройство глотания. — Стробоскопия. Знаю, у стробоскопа автомобилисты использовали в своё время в советские и постсоветские времена, смотрели, как надо выставить трамблёр. В вашей практике фониатрической смотрят правильность смыкания голосовых складок? — Характер замыкания голосовой щели. Раз. Характер движения голосовых складок, их амплитуду, в которой они двигаются, периодичность, регулярность, симметричность. Ну и, конечно же, наличие дополнительных плюс тканей, как мы говорим, наличие дополнительных включений биологических, цвет слизистый. То есть, я думаю, что я всё уже, кажется, перечислила. — Ну и так немало. — Это очень много. — По сравнению с зеркальцем, когда можно... — Вы знаете, по большому счёту, если брать людей, которые работают в этой области... — Да, годами, десятилетиями. — Понимаете, и мне дают зеркало, я ровно так же всё это оценю. Просто нам в видеоларингострабосудии, я сказала, употребило просто. На самом деле это совершенно непросто, потому что это ещё достаточно дорого с точки зрения стоимости оборудования. Но возможность документации, возможность показать это пациенту, показать это коллегам, совершить консилиум, тогда, когда пациент всё-таки в условиях телемедицинской консультации, это даёт нам более широкие возможности. — Бывает элемент недоверия, когда я хочу получить второе мнение. Он берёт эти данные, показывает другому специалисту. — Конечно, мы с удовольствием отдаём. Главное, чтобы наш пациент успокоился, чтобы ему было легче, потому что когда пациент спокоен, и доктор тоже так же будет спокоен. — Екатерина Владимировна, дайте, пожалуйста, три основные совета, как врач-фуниатор, как правильно вести, ну, хотел сказать, пациентам, но не пациентам, людям со своим голосом. — Хороший вопрос. Хороший вопрос. Надо есть вовремя, умеренно, регулярно. — А если будешь есть не вовремя, не умеренно, не регулярно, что будет с голосом? — То рано или поздно будешь иметь рефлюксларингит. Ну, не обязательно прям уж все-все-все-все, но повысятся риски формирования высокого гастрозофагиального рефлюкса. — Заброс кислого содержимого. — Совершенно верно. Который будет так или иначе воздействовать на задний отдел гортани и сформируется рефлюксларингит, так называемый задний ларингит, который может, в свою очередь, привести к формированию опухоли гортани, разноплановых, включая злокачественные. Ничего я так зашла вот с такого. — Да, очень тонко. — Провела эту линию. — Я с вами полностью согласен. Все-таки наш желудочно-кишечный тракт и пищевой комок, и то, что делает наше кислое содержимое, оно обладает канцерогенным действием. Если слизистый может это стерпеть, то гортаноглотка от этого, конечно, плохо. — Все совершенно верно. — На втором месте. — На втором месте я бы поставила сон, а может быть, сон на первое место. Обязательно мы ложимся тогда, когда положено. Это не означает, что мы спим 10 часов. Если мы легли в 4 часа утра, а у меня даже в 2021 году, в 2020 году, целый год мы проводили исследование влияния сна, на голосовую функцию. — Я не понимаю связи, честно вам скажу. — Связи не понимаете. Дело в том, что достоверно, статистически значимо было нами доказано влияние на основании акустического анализа голоса еще одного исследования, которое мы проводили в рамках сна. Мы записывали голос непосредственно до засыпания и после засыпания и изучали, как голос меняется. Так вот, у тех лиц, которые игнорировали правильность, регулярность сна или проводили депривацию, то есть уменьшали, сознательно уменьшали свой сон. — Да-да, просили меньше спать. — Они не хотели. То есть они сами. То есть мы никого еще не настаивали. Так вот, у этих лиц существенно изменялось качество голоса по сравнению с ними же самими тогда, когда они высыпались. И все это доказано. Понятно, что мы в России впервые это исследование проводили, но нашими коллегами зарубежными тоже так же проводились исследования, которые достоверно показывали влияние качества сна на качество голоса. — Ну, я с вами готов согласиться. Сон, конечно, очень важен, в том числе и голосовой аппарат должен. — И для артикуляции. — Вы также знаете, как доктор, что когнитивные функции очень серьезно страдают в случае, если сон некачественен под тем или иным причинам. — Ну и третья рекомендация. — Третья рекомендация — это активность, это физическая активность. Для чего она нам нужна? Потому что, конечно, мы должны... Тут здесь надо разделять. Просто человека, который... Назовем его просто человек. — Да, здоровый человек. — Просто здоровый человек. И второй — это человек, который все-таки является профессионалом голоса. У профессионала голоса другие требования, поэтому ему активность другого характера надо предлагать. А у обычного человека это необходимо просто жить правильно с точки зрения активности. Нам нужна физкультура. Обязательно. И чем быстрее и активнее мы включимся в утреннее... С утра в процесс, подготовим свое тело, тем более качественно мы можем разговаривать. Ну вот это три, наверное, такие основные позиции. Конечно, если говорить о профессионалах, то необходима техника голосоведения обязательно. Чем человек будет менее технически подготовлен, тем больше у него факторов риска для того, чтобы он рано или поздно оказался, что называется, на больничной койке. Ну, это мы условно говорим. Но иметь патологию гортани. И, конечно же, профилактика патологии гортани у этих лиц связанная с тем, что необходимо соблюдать гигиену голоса. А это в том числе и отсутствие злоупотребления голосовой нагрузкой. А у нас все может быть связано с злоупотреблением. Это работа, кстати, в шуме. Это и просто нахождение в каких-то шумных помещениях. И там, не знаю, различные клубы ночные. Это тоже достаточно неприятные с точки зрения факторов риска формирования патологии гортани и нарушения голоса места. А, пожалуйста, метрополитен. Метрополитен. Не разговаривай метрополитен. А почему мы метро не говорим? Из-за того, что очень шумно, и нам приходится перекрикивать шум. Конечно, потому что очень много децибел. Мы слышим огромный шум, и мы вынуждены. Если вот метро стихает в какой-то момент, и мы еще продолжаем говорить, мы понимаем, что мы кричим. То же самое и в клубах происходит. Спасибо. Наших вопросов всегда больше, чем эфирного времени. Большое вам спасибо за такую интересную беседу. Приходите к нам, пожалуйста, еще. Спасибо огромное. Было безумно приятно. Надеюсь, что это было интересно. Спасибо. У меня в гостях была Екатерина Осипенко, и сегодня мы говорили о нарушении голоса. В эфире была программа «Скажите, доктор», а я, Владимир Зайцев, прощаюсь с вами. До новых встреч.